Два дня назад Степное привезли 85 беженцев с Украины. Сегодня утром делегация сельчан несет подарок для 86-го. Этой ночью родился мальчик. Назвали Никитой. Завтрак была каша куличная, молочная, яблоко запеченное с сгущённым молоком, кофе. Сотня котлет для нее плевое дело. Татьяна все лето кормила в профилактории весна ребятишек. Теперь готовит для беженцев. Она, как и многие другие жители поселка, сочувствует этим людям и искренне хочет помочь. Вот уже несколько дней вся администрация Советского района днем и ночью решает одну проблему. Как облегчить жизнь братьям-славянам? Временное жилье предоставлено. Следующий вопрос – работа. Уже трудоустраиваем. Некоторые согласны ехать на луг, работать. Устраиваются в Привожское управление буровых работ. Мужчина проходит сейчас анализы. Что могут предложить? Что они будут получать? 500-600 рублей в день. Не очень много. Медкомиссия обязательно осматривает и взрослых, и детей. В Россию они бежали целыми семьями. Яна и Роман с тремя девочками пересекли границу Украины два месяца назад. Сначала обосновались в Таганроге. Но условия жизни в местном санатории не устроили. Да и найти подходящую работу, говорит Яна, не смогли. Мы вот пошли с мужем на автомойку. 200-300 рублей в день человек. Ну это просто, если смесь детская стоит 200 рублей. И плюс памперсы, это каждый. Мне нужны памперсы. Это минимум 75 рублей на ночь просто. Ну это нереально просто. Бездельничать в Степном Яна не собирается. Уже устроилась на работу в приютившей их семью профилакторе. Муж пока сидит с детьми. Возвращаться домой в Донецкую область супруги не хотят. Хотя там остался дом, квартира и бизнес. Будут получать российское гражданство. Все равно я думаю, что нас здесь без жилья не оставят. Тем более мы как многодетная семья. Я рассчитываю на поддержку и помощь с города Саратова, не знаю, Саратовской области, того же Владимира Владимировича Путина. О том, что к ним в поселок привезли беженцев, сегодня знают все местные жители. На лавочках разговоры только об Украине. Ну и еще о том, как теперь изменится жизнь в райцентре. Куда деваться на дым? Куда же им теперь деваться? Не жилья, нет ничего. Здесь нет работы. А для женщин тем более. Здесь все держится на умирающем Саратовнефтегазе, который последние капли нефти из воды высасывает. Это в ближайшие несколько лет все кончится и тут все сдохнет. Сегодня в Саратовской области уже находится более 6 тысяч беженцев. Согласно опросам, остаться в России планируют две трети из них. Главные вопросы, которые предстоит решить власти теперь, это жилье и трудоустройство. Уборка овощей все это на месяц-полтора, не больше. Где будут дальше искать работу эти люди, пока сказать сложно. Ольга Маркова, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.